Приветствую вас, Алексей. Давайте разберем ваш лаплот, ваш текст, который вы пишете. Итак, встречаемся уже 5 месяцев в кино-кафе. Были обнимающие и легкие поцелуйчики у губа. На встречах у тебя всегда очень мило, смотрю в глаза, улыбаюсь во всем субботмагнитивно по 2-3 часа. Ну, знаете, есть у меня ощущение, что вас мало-же мало чего объединяет. То есть, есть ощущение, что ваше общение протекает исключительно в таком, знаете, ключе гемберном. То есть, мужчина и женщина. Вот. Нет у меня ощущения, что вас что-то связывает с вас много общего. То есть, есть ощущение, да, что вы испытываете симпатию, но вопрос в том, к чему. То есть, это симпатия. И вопрос в том, как вы воспринимаете друг друга. Вот как вы, Алексей, воспринимаете девушку. Вот. Дальше. Когда мы не видим общение по телефону, то общение в данных сетях идет менее активно с ее стороны. Ну, этот человек просто не очень любит общаться в интернете. Это нормально. Я интересуюсь, как у нее дела, как настроение и прочее, но от нее этого известно почти нет. Или если есть, то так, между прочим, иногда спросит, хотя на мои сообщения отвечают охотно не морозит. Ну, мне не нравится то, что вы используете слово «народит», потому что это достаточно обесценивающе звучит по отношению к девушке. Если я не напишу первым стоянию, и она не напишет, ну, здесь может быть позиция, что мужчина должен проявлять инициативу. Опять же, это можно обсудить. Так вот. Дело в том, что ее поведение и имена встречи вроде как дает понять, что есть какая-то мбать или что-то еще. Ты не присылал бы на вторую встречу, если мне понравилось. Она взяла ссылку ее практически на любой интерес ко мне за рамками личного общения. Еще раз. Человек просто не любит общаться в интернете. Для этого, скорее, говорить о своей неверной со себе, чем... А, нет. А также то, что как договоримся на встречах. Постоянно оттягиваются в ответ, встретимся ли нет до последнего момента. Как будто приходят ко мне по остаточному принципу. Мол, если у нее ничего интересного нет, то встречаются со мной. Это опять же, опять же, вы это видите так. То есть, почему-то вы приходите к этой мысли, что вы остаточный вариант. То есть, это недооценка себя. Сомнения в собственной ценности и неуверенность. С этим и нужно работать. Не отпугнет ли ее прямой вопрос и не покажет ли это некую мою слабость и неуверенность? Прямой вопрос о чем? Во-первых. Во-вторых, а как можно быть в отношениях Алексея и при этом не быть слабым? Вот как, по-вашему, не слабые люди строят отношения? Как? Вот, по-вашему, как это происходит? Поймите, вопрос не совсем корректная форма выражения ваших чувств, на мой взгляд. Вам не вопрос нужно задавать. Вам необходимо девочке рассказать о том, что вы чувствуете. Вопрос же прозвучит как обвинение. Вопрос же прозвучит как давление. Вопрос же прозвучит как пресензия. И вот это девочку действительно можно опугнуть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация возвращается.